Александр Иванович Гекман Другие варианты отчества Иоганович Иоганасович Августа 1908 года Село Голое Карамыш, Камышинский уезд, Саратовская губерния 1994, Батуми, Грузия, советский партийный и государственный деятель, председатель СНК СССР немцев по Волжье, депутат Верховного Совета СССР первого созыва и депутат Верховного Совета РСФСР первого созыва. Биография. Родился 17 августа 1908 года в семье Каменщика в селе Голый Карамыш. С 10-летнего возраста работал шпульщиком-кустарем-рассыльным. В 1922 году вступил в Комсомол, принимал активное участие в создании пионерской организации в Бальцерском кантоне. В 1926 году поступил на РАПФАК Саратове. В 1930 году вступил в ЭКПК. В 1934 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. Будучи студентом, принимал активное участие в коллективизации и раскулачивании во Франкском кантоне. С 1935 года работал инженером-электриком на предприятиях наркоматов местной промышленности и земледелия. В сентябре 1937 года был назначен Народным комиссаром легкой промышленности АССР немцев по Волжье. В феврале 1938 года избран вторым от Кома ВКП АССР немцев по Волжье. 20 июня 1938 года президиум ЦК АССР немцев по Волжье назначил его председателем СНК АССР немцев по Волжье. На первой сессии Верховного Совета АССР НП, которая состоялась от 25 до 27 июля 1938 года, была утверждена его кандидатура. Исполнял должность с июля 1938 года по сентябрь 1941. 12 декабря 1937 года избран депутатом Верховного Совета СССР первого созыва от Красноармейского избирательного округа АССР немцев по Волжье. 26 июня 1938 года выбран депутатом Верховного Совета РСФСР первого созыва от Бальцерского избирательного округа АССР немцев по Волжье. Занял пост заместителя председателя президиума Верховного Совета РСФСР. От 13 до 14 июля 1941 года вместе с председателем Верховного Совета СССР немцев по Волжье К. Гофманом выступил с обращением к германскому народу не проливать кровь советских людей. 1 сентября 1941 года в соответствии с указом ПВС СССР, а 28 августа 1941 года о переселении немцев, проживающих в районах по Волжье, выселен вместе с семьей в Минусинск Красноярского края. 5 сентября 1941 года заочно освобожден от исполнения своих служебных обязанностей. В Минусинске пару месяцев работал инженером-электриком на городской электростанции уже с января 1942 года в Трудармии до июня в Вятлоге НКВД. Здесь стал секретарем партийной организации мобилизованных 12 лесозаготовительной бригады. После исключения из ВКП отстранен от этой должности, переведен в БАС-строй. До мая 1944 года старший диспетчер управления строительства НКВД Богословского алюминиевого завода. 22 мая 1944 года арестован по делу о руководстве бывшей АССР немцев по Волжье. 9 августа 1946 года осужден к 4 годам Италь. Реабилитирован постановлением Президиума Свердловского областного суда 12 марта 1959 года. После освобождения из заключения в 1948 работал инженером-энергетиком на Бийской спичечной фабрике. С 1957 сотрудник проектного института в Батуми умер в 1994 в Батуми.